уважаемые весы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю со 2 по 8 августа включительно что ждет вас в этот период информация общего характера расклад подойдет как для женщин так и для мужчин поэтому присоединяйтесь постарайтесь максимально расслабиться на момент просмотра и только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать так как расклад общий по каждой карте я стараюсь озвучивать максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию сегодня как обычно буду рассматривать события этой недели в общем работа финансы внешний мир взаимоотношения с другими людьми что ждет вас также в личных отношениях и для тех кто в паре и для тех кто одинок возьмем для вас карту основного совета постараемся рассмотреть скрытые факторы на ближайший период и посмотрим чем для вас эта неделя завершится сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на дне колоды и ответит на ваш вопрос желание должно быть всего лишь одно также напоминаю что этот второй прогноз вы можете смотреть как по асценденту так и по солнечному знаку и то и другое верно оба знака могут срезонировать итак приступаем ваша первая карта на этот период уважаемые весы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается с довольно таки стабильной карты это четверка жезлов и эта карта говорит о огромном общении о больших коммуникациях о том что у вас может быть много друзей эта карта может показывать любые непринужденные разговоры хочется по этой карте и немножечко отдохнуть и для многих это возможно если вы сами себе этот отдых организуете но я вижу разговоры но в отношении отдыха я вижу что пока дальше разговоров не идет общий запас энергии неплохой как для женщин так и для мужчин вам помогает скорее всего то общение во внешнем мире которое вы имеете и вот это придает вам уверенности в себе также эта карта говорит о том что кто-то все-таки о вас переживает из родных и близких и есть люди на которые все-таки вы можете опереться посмотрим общий фонд событий всей этой недели и мы видим фигурную карту королевы жезлов если говорить о женщинах весах эта карта может показывать ваши характеристики в этом периоде и говорить о том что на этой неделе вы проявите свои лучшие огненные качества и постарайтесь события этой недели полностью контролировать вы четко знаете чего вы хотите у вас идет в голове планирование эта карта очень амбициозных ярких женщин личностей которые умеют добиваться своего вы можете общаться с огромным количеством людей и самое интересное что этими связями вы можете воспользоваться себе во благо то есть ваше окружение кто-то из этих людей вам будет чем-то помогать если вы сами этого пожелаете но эта карта может показывать и любую темноволосую женщину либо женщину огненной стихии рядом с вами от которой что-то тоже может зависеть это может быть овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно это может быть просто даже кориглазая женщина которая влияет на вашу судьбу в особенности если говорить о мужчинах то здесь многое зависит от женщины перейдем к вашей центральной карте это карта показывает кармические моменты которые в данном периоде вы проживаете и основные моменты связаны с вашей работой в центре мы видим очень хорошую карту это туз посоха во первых это карта удачи эта карта возможностей и для многих из вас это новые шансы возможно вы стоите на пороге чего-то нового и вы горите идеи изнутри что-то осуществить возможно у кого-то уже что-то в запуске вы подключаете еще других людей идет бурное общение в общем-то на этой неделе вас какие-то результаты уже должны порадовать для тех кто в поиске работы скорее всего вы уже можете работу найти даже в этом периоде по этой карте вам кто-то все-таки что-то может предложить или что-то вы для себя неожиданно найдете к этой карте мы еще вернемся перейдем к нашим семейным парам для семейных пар выпало два сразу старших аркана эта карта смерти и карта старшего аркана императрицы эти карты не говорят о смерти на физическом уровне тринадцатый старший аркан всегда говорит о жизненных испытаниях о тяжелой карме о каких-то родовых программах которые вы отрабатываете сложностях в роду может быть вы страдаете из-за кого-то из близких но то что касается бытовых моментов здесь тоже могли сложности накопиться во многом то что происходит в доме в семье будет зависит именно от женщины поэтому если смотрят меня женщины весы вы хранительница очага но я почему-то не вижу рядом с вами вашего мужчину что происходит вот эта карта может говорить о любых конфликтах 40 недоразумениях из-за которых у вас может быть непонимание я вижу что если говорить о женщинах вы стараетесь делать все чтобы отношения удержать сохранить улучшить вы пытаетесь что-то развивать даже когда вам тяжело вы не падаете духом но если говорить о вашем мужчине он почему-то себя ведет как-то или неправильно или категорично или слишком резко и вы снова и снова готовы прощать будут развиваться эти отношения или нет зависит исключительно от женщины если говорить о женщинах весах что-то может мешать и вашему развитию во внешнем мире то что касается дома да то здесь есть что-то то что нужно от себя отсечь или что-то нужно переступить но у вас так не получается давайте перейдем к нашим свободным весам и для вас на этот период выпала карта королевы пентаклей карта старшего аркана башни и карта пажа мечей сожалению карта пажа мечей и башни говорят о любых конфликтных неприятных ситуациях недоразумениях спорах выяснение отношений о которых вы пока можете не подозревать это может произойти как в рабочей сфере так и в сфере любви даже если кто-то на сегодняшний день встречается карты говорят о том что работа выходит на первый план отношения под угрозой либо ваш партнер или партнерша как-то себя проявит не с лучшей стороны в этом периоде и у вас как будто бы пропадает доверие к этому человеку карта пажа мечей может говорить о колкостях упреках ревности как с вашей стороны так и с противоположной не советовала бы вам знакомиться с кем-то в этом периоде почему потому что карты говорят о том что вам могут встречаться люди эмоционально нестабильные по крайней мере сейчас в работе могут срываться какие-то сделки или кого-то из вас просто напросто могут ждать какие-то очень крупные траты и здесь вы тоже из-за чего-то на нервах для тех кто имеет работу на постоянной основе информация исключительно для свободных работа тоже может быть под угрозой но все-таки в центре расклада увидели замечательную карту туза посохов которая говорит о том что в чем-то должно повести что-то должно меняться как говорится нет худа без добра так как эта карта кармических задач туз посохов призывает вас к активным действиям возможной борьбе к отстаиванию своих интересах и к тому чтобы многие из вас если вы еще не начали обдумывать что-то новое в жизни чтобы вы задумались о этих переменах любые перемены пойдут вам на пользу эта карта говорит о жизненных обновлениях и для тех кто рискнет проявить смелость в чем-то вас может ждать хороший результат но давайте все-таки возьмем дополнительную карту для тех кто имеет основную работу и для тех кто в поиске работы для того чтобы более объемно просмотреть ситуацию работы дополнительная карта для тех кто работает троечка монет она говорит о том что доходы к вам идут заработки будут но из-за денег у вас кем-то может возникнуть конфликт как на вас кто-то может обижаться так и вы на кого-то но эта карта призывает вас к тому чтобы вы поборолись за место под солнцем не уступали кому-то в чем-то и отстаивали свой интерес здесь преимущество будет на вашей стороне эта карта может говорить о том что вы работаете на кого-то под кого-то и рядом с вами очень авторитарный человек который слишком многого требует при таких требованиях вы можете требовать большей оплаты труда но эта карта говорит о том что деньги к вам поступают даже если вы работаете на себя у вас свой бизнес это могут быть конкурирующие стороны это могут быть любые моменты в процессе работы когда есть какое-то недовольство но в общем-то эта карта говорит о хорошем результате в любом случае для тех кто в поиске работы для вас выпла карта рыцаря пентаклей работу найти вы можете в особенности мужчины если сами будете искать и работу найдете достойную эта карта может предполагать то что с работой как женщинам так и мужчинам может помогать мужское лицо при том вам предлагается что-то интересное возможно в каких-то проектах вам отдается ведущая роль когда вы отвечаете за какие-то важные процессы или даже руководите людьми эта карта может показывать рабочие дороги командировки поездки возможно вам нужно куда-то поехать с кем-то встретиться что-то обсудить но работу найти вы можете если говорить о женщинах то финансово в этот период пока вы без работы здесь тоже может поддержать вас мужское лицо то что касается ваших денег финансов возможных долгов или кредитов об этом расскажет вот эта карта в дом ваших денег выпала карта старшего аркана луны и эта карта и здесь говорит о волнениях о том что из-за денег очень много переживаний вы как будто бы кому-то не доверяете кто-то может не доверять вам вам кажется что вы постоянно рискуете или что вас кто-то постоянно в чем-то пытается поиметь такое вполне вероятно потому что эта карта показывает скрытая тайна то что вокруг вас есть люди которые могут водить вас за нас ты если ваши деньги зависят от кого-то вы получаете деньги через 2 3 руки то где-то эти денежки могут частично оседать и вам доходит далеко не все если смотрят меня те кто в силу каких-то обстоятельств не работает вы обижаетесь на свой дом на свою семью и как будто бы вам особо то и рассчитывать не на кого но если говорить о женщинах вы должны прислушиваться к своей интуиции не самый благоприятный период для новых долгов то есть если вы хотите оформить кредит или у кого-то занять или перезанять деньги если вы должны кому-то или кто-то вам здесь тоже очень тяжелая отдача но на внешний мир для вас все-таки выпала карта восьмерки пентаклей она предполагает то что все-таки какие-то деньги к вам поступают но это не просто восьмерка пентаклей здесь мы видим косу здесь какое-то быстрое реагирование срочность может быть вам какой-то денежный или рабочий вопрос нужно ставить ребром и возможно вам кого-то придется ставить на место но эта карта все равно говорит о сборе урожая это что многие в этом периоде будут иметь достаточное количество денег для того чтобы решить текущие проблемы но хотела бы вас предупредить о том что будьте осторожны в отношении любых новых сомнительных сделок сомнительных предложений потому что две вот эти карты в комбинации могут говорить о потере денег из-за кого-то о том что кто-то вас подбивает под какую-то махинацию то что вы испытываете какие-то иллюзии об этом говорит и карта которая закрывает ваш расклад и забегая немножечко вперед это семерка чаш и она говорит о том что в чем-то вы свои возможности либо переоцениваете либо недооцениваете возможности других в позитиве эта карта творчества и она говорит о том что вы люди творческие но вам нужно выбрать какое-то одно конкретное направление вы как будто бы немножечко растерянны посмотрим на скрытые факторы на ближайшую неделю полторы что может быть вам помехой или что может помочь для вас выпла карта двойки мечей четверка чаш и шестерка чаш две карты чаш говорят о том что ближайшие две недели тоже будет очень много нервов эмоций переживаний это может касаться и семьи и ваших детей у кого есть дети и образование тех кого волнуют вопросы образования у многих что-то по-прежнему остается на самотеке сложная кармическая ситуация по двойке мечей и эта карта говорит о том что вы как будто бы несете тяжелый крест не только за себя но из-за кого-то огромная ответственность которую ближайшее время вам нужно проявлять четверка чаш предполагает то что к вам поступают предложения из внешнего мира любого рода это может касаться работы любви новых проектов но вы не торопитесь хотя о чем-то новом вы думаете что-то занимает ваши мысли и ваше сознание вы люди очень глубокие очень образованные и очень развитые но карты говорят о том что нет предела совершенству поэтому учитесь в любом возрасте и накапливайте свой опыт так как на завершение этой недели выпала семерочка чаш она может предполагать отдых возможно вам хочется показать себя выйти блеснуть кто-то из вас так и сделает а кто-то все-таки займется именно творческими проектами либо чем-то для своей души и возьмем для вас карту основного совета и для женщин и для мужчин мы видим пятерочку пентаклей эта карта говорит о том что вам финансово должно повезти несмотря на то что из-за денег есть пока большие огорчения это будет что-то то чего вы не ожидаете какой-то сюрприз бонус возможность финансового характера поэтому вы сможете все-таки решить многие финансовые вопросы и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание для вас выпала карта шестерки посохов конечно эта карта дает ответ да эта карта информации победы переписки того что вас кто-то поддерживает в отношении вашего вопроса как совет эта карта может говорить о том что возможно вам нужно с кем-то еще поговорить созвониться в чем-то удостовериться кому-то о чем-то напомнить но все равно эта карта говорит желаемое да получаете и скорее всего даже гораздо быстрее чем вы для себя загадали возьмем еще несколько дополнительных карт из иракула ленорман и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде информация как для женщин так и для мужчин это дополнение к вашему основному раскладу выпало сразу четыре карты так я их и оставляю и хочу заметить что первой картой вот в триаде вот этих карт выпала карта косы вашем раскладе уже была карта косы карта косы выпала рядом с деревом это может говорить угроза в доме угроза которая есть для кого-то из близких для кого-то это может быть угроза по здоровью либо что-то может угрожать вашему развитию но тем не менее обратите внимание выпала и здесь карта письма карты дублируют друг друга обратите внимание что на ваш вопрос выпала карта письма я так понимаю что дополнение скорее всего выпала по вашему желанию ваш вопрос скорее всего был под угрозой или еще может быть под угрозой какое-то определенное время но удача все-таки на вашей стороне и в чем-то вам должно повезти либо вам тут кто-то поможет из близких тех людей которых вы хорошо знаете но тут еще может вмешаться высшее проведение и мы видим карту креста эта карта может говорить о том что вот эти хорошие результаты даются вам дорогой ценой и что вы действительно многие из вас проходят какие-то сложные кармические испытания карта креста может говорить о том что вас могут одолевать какие-то навязчивые идеи страхи сомнения но вы все эти мысли должны гнать от себя прочь как корабль назовешь так он и поплывет как вы себя будете настраивать таким и будет конечный результат до сложности есть но они преодолимы уважаемые весы таким для вас был расклад на этот период всем хорошего настроения всем удачи на всю эту неделю подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем до свидания